Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Еще, Геннадий Петрович, когда я говорю о бутербродах, я с улыбкой вспоминаю свою школьную юность, когда по обмену студентов я оказалась в Америке и просто поразилась тому, как выглядят американские бутерброды. Ну, сейчас, конечно, все это знают, но тогда для меня это было просто откровение. Что такое были мои бутерброды? Американские? Нет, советские. Хлеб, ну, что там, масло, сыр, там хлеб, колбаса. Американские бутерброды – это хлеб. И куча вот этой вот какой-то вот такой вот зелени, которая, я даже не знаю, как называется. И сверху, значит, какая-то индейка. И еще один вот кусочек хлеба. Чтобы это ничего не поупадало. Да, на самом деле очень красиво. Но сейчас, уже будучи взрослым человеком, общаясь с вами, я, конечно, понимаю, молодцы американцы, что эту зелень в бутерброды кладут. Но хочется придумать какой-то свой авторский рецепт даже бутерброда. Давай, придумывай. Из всего же можно сделать. Конечно, придумывай. Вот у меня какой есть вариант. О, а вы сейчас мне напоминаете пионерский лагерь. Я постоянно делаю классический бутерброд, а именно натираю корочку хлеба, чесночком. Вы так в пионерском лагере делали? Вот, что это делает? Это способствует тому, что вообще улучшает пищеварение, улучшает работу ума. Даже ума? Да. Иммунитет. Класс. Вот, именно, много не надо, но, как сказать, для запального сока, это как раз полезно. Давай делаем каждый свой бутерброд и будем, так сказать, комментировать. При этом у нас абсолютно хорошо, вижу, одинаковые продукты. Конечно же, это и помидорчик, и огурчик, и вот есть перчик, и болгарский, и лучок белый, и куча зелени. И главное, есть еще сыр солоноватый и творожок. Вот я сейчас сделаю массу одну. Я возьму солоноватый творожок и намажу его. А, прям намазываете сразу? Да, я его намажу. А я смешаю, вот смотрите, творог и этот солоноватый сыр. И я сделаю такую массу. А, ты в массу. Я в массу буду делать, да. И обязательно туда добавлю чесночок. Чесночка. И обязательно зелени. У меня снова, смотрите, видите, какая, значит, хлебушек с чесночком, который потерт. Теперь у нас сырочек лежит. Много сырка не надо, этого вполне достаточно, чтобы получился сытный бутербродик. И теперь я так тоненько настругиваю помидорчик, смотрите. Ага, а я на киндочкой пошла. Вот, теперь еще сюда. Ну, причем вы в Паневском лагере были, комментики? Вот, да, я в Паневском лагере был. Да? В ажатом? Нет. Нет? И ребеночком были? Да, маленьким я был. И как-то неудачно у меня получилось, что-то там я заболел. Заболел у меня кишечник, что-то там я так... То есть у вас один опыт и до свидания, да? Да, я много не был. Это тебе оставляю. Хорошо. Это уже ты слепал, манат? Это он весь мытый. Для всех нас берите, сколько вам надо. Я возьму два листочка этого салатика. Дело в том, что хлеб по своей консистенции, он довольно-таки вязкий. И когда мы его съедаем, нам обязательно хочется фит. Почему? Потому что кровь делается густая. Когда мы с вами используем огурчик, там помидорчик, то получается, что вот эта вот льва, которая здесь имеется, в том же помидорчике и огурчике, будет лучше, как бы сказать, разжижать нашу кровь, и нам не так заходится пить. Потому что когда мы пьем после того, как спушили бутерброд, мы тем самым нарушаем пищеварение. Так вот. Для того, чтобы оно не нарушалось, лучше использовать его. Вот такие вот бутербродики. Ну и, конечно, я еще возьму утонюшую. Да, зелень. А я чеснок выдавила в массу. Хорошо. Посмотрим, что из этого получится. Это делает у тебя уже целый технологический процесс, получается. Все это смешивать. А вот наскорую руку, и вы можете даже сами будут посмотреть и сравнить. Вот это мужской бутерброд, это женский. Видите, сколько тут, да? Танюша туда влаживает. Если она при этом еще будет думать о своем любимом, или как она хочет свою семью подхормить, вкладывая информацию о любви, здоровье, счастье, процветании, то это уже целая магия. Поэтому мы здесь занимаемся не просто целебной кулинарией, а целебной магией. А целебной магией. Да, такая бытовая магия, которая будет этому способствовать. Так, что бы я еще сделал? Что бы вы еще сделали? Взял бы один листочек. Вот. И на этом мой бутерброд закончился, готов, да? То есть я один вариантик сделал вот такой, в который вошли два листочка салата зеленых, укропчик, укропчик хорошо будет у нас там все эти ветры выгонять, способствует тому, что желудка будет хорошо уделяться, и перистальтика, естественно, хлеб будут нас пытать, белочек у нас есть, сырок, поэтому такой легкий для тех людей, которые хотят, чтобы он дал сразу же энергию. Я смешала творожок с солноватым мягким сыром, и в эту смесь щедро добавила молодого чесночка, кинзочки, базилика, петрушка, в общем, все, что было на столе и зелени, я все туда добавила. Но мне сейчас уже, кажется, все это мало. Почему? Потому что, конечно, я закрою это сейчас. А я сейчас скажу, мне захотелось уже огурца-помидора, причем именно салатом, к этому бутерброду, вот что произошло. Вот что произошло, Геннадьевич. Так вывалится, согласны? Или у вас не вывалится? Нет, я думаю, что у меня ничего не вывалится. А еще мне очень захотелось белого лука этого очень. Белого лука, пожалуйста, белый лук, хороший продукт. Кстати, белый лук будет способствовать тому, пока Таня говорит, а я уже его возьму. Да, давайте. Будет способствовать тому, что он на даче будет придавать нам работоспособности. Да, вот что. Откуда взять эту работоспособность? А почему вам белый лук дает работоспособность? Потому что вот эти журчие свойства стимулируют наши творческие способности, желание трудиться. Потому что как только у нас нет энергии, нам хочется в основном большинство. А как только мы чесночка, чего-нибудь такого съедим, у нас сразу и лучше работает сердечко, и лучше работает кум, и, естественно, пищеварение. Это я, наверное, поддам сюда. Быстрее. То есть немножечко, вы видите, я сюда дала лука. Много не надо, ни в коем случае. Значит, получается, что все эти жгучие лук, чеснок дают работоспособность, потому что придают тепло телу, да? Ну, некоторое тепло так придают, они активируют организм, что очень важно понимать. И их немножечко должно быть. Быстрее-ка все перелавится, и все хорошо будет. И знаешь, что я вот заметил? Если вы делаете бутербродок с помидорами, делайте его только с помидорами. Вот. Если вы делаете с орусами, то только с орусами. Вот я хотела спросить, почему? А вот с листовых овощей, то вы можете использовать в полной мере. Ну, почему? Потому что все-таки, как вам говорят, огурец это нейтральный овощ, а вот в помидоре имеется некая кислинка, которая, ну, не совсем сочетается. А я вот и думаю, все эти восточные, среднеазиатские, да, наши, там, узбекские салаты, вот они делают помидор и лук, и все. Помидор, лук и все, да. Огурца не надо. Да, и мама мне говорит, они не сочетаются. Я говорю, с чего ты взяла? Значит, не сочетаются из-за кислинки самого помидора, да? Да, за кислинки. И важно еще отметить, знаете, вот эта кислинка, когда она свеженькая, она еще хороша. Но как только, вот там, помидор подвергся к тепловой обработке, вот эта вот кислинка, значит, она превращается уже в трудно расплодимый продукт, который уже может и откладываться в виде, там, допустим, кристаллов щавелевой кислоты, там, в нашем организме, и не совсем благоприятен. А вот что касается свежего, это то, что надо. Маленький секрет с луком, салат, надо его пожмакать, говоря по-русски, да, чтобы чуть-чуть дать ему выйти воде и эфирным маслам, которые пахнут. Все, я поняла, у меня будет обязательно бутерброд с салатом. Салатом. А я еще беру листик. Давайте. Есть экстралатика, и все это прикрываю, вот. У меня получился, смотрите, вот такой вот. А как же его есть? Да, кстати, вот этот вот, есть, конечно, зубами. Вот такой вот бутербродик, который я с вами сделал, да? Он будет способствовать тому, что человек будет стройнить на моих бутербродах. Сколько это? Здесь сыра особо нету, да? Но, тем не менее, белку достаточно и в хлебушке будет. Плюс он еще чесночком так пахнет, поэтому этот такой бутерброд для тех, кто желает быть стройным. А вот для тех, кто желает быть сытым, да, берем опять-таки бутербродик, натираем его чесночком по краям, много слишком, не надо натирать. Вот. Обязательно используем либо вареное яйцо сверху, но это уже будет довольно-таки тяжелый для пищеварения продукт. Но, тем не менее, для здорового человека это все вполне приемлемо. С яйцом, да? С яйцом, да, хорошо. С колбаской жирненькой или с колбаской докторской тоже можно его сделать. Но тогда зелени надо, знаете, как сделать гораздо больше. Зелень положить и сверху, и снизу такую подложечку. Давайте я покажу, какая подложечка. Давайте. Это мытое все? Да, все мытое. Все мытое. Мы с вами берем и делаем следующее. Вот такую вот подложечку сделаем. Теперь мы с вами опять-таки возьмем сырка. Или сыр уже мы виски ведем? Есть, и сыр есть. Давайте. Все есть, и творог есть. И творог. Сыр? Вот этот? Вот этот? Здесь уже побольше, потолще надо сделать. А давайте вот весь его и положим. Давайте, давайте. Эх, а где же люди, чтобы все это сейчас прям весело поесть? Ну, мы как раз и поедим. Это уже творог? Вот, смотрите, побольше тогда сырка. Можно, значит, без сырка использовать колбаску, типа докторская. Вот, теперь опять-таки сюда мы можем нанести петрушку, зелень, укроп. Сейчас, смотрите, все это нарезаем, чтобы у нас получилась такая масса. Так и болгарский перчик можно вот к вашему огурчику, правильно? Можно, можно и болгарский перчик. Болгарский перчик подойдет к этому. И к этому подойдет? Да, давайте его сделаем. Так. О, вот это классное изобретение. Весь этот салат порезать. Салатик порезали сюда. И теперь болгарский перец. Хорошо, пойдет. Пойдет. Еще, еще больше. Болгарского перчика тоже. Вообще, болгарского перца много не бывает. Очень ценный продукт, легко переваривается. А польза от него очень-очень хорошая. Это что у нас? Лучок остался. Лучок также мы не выбрасываем. А мы можем его тонко-тонко порезать. Много не надо, но тем не менее. Базилик есть, хотите? Базилик. Хотите? Он придает, да-да-да-да. Он придает некие такие пикантные свойства нашему бутербургу. Вот, пожалуйста. И все это на колечко. И сверху надо еще один лист. Пожалуйста. Прикрыть. Для чего? Для того, чтобы это все у нас не вывалилось. Вот у нас получились такие вот бутерброды. Ну что, как говорится, будем пробовать? Да, перед тем, как попробуем, я хотела у вас еще вот о чем спросить. Прекрасный запах. Запах какой. Как-то почему-то навеяло гамаком. Вот вы мне запах дали услышать. Дальше, гамак, капаем, катаемся. Помидорный салат бывает же у нас и с маслом, и бывает и там с йогуртом или со сметаной. Что вы скажете о салате со сметаной? Ну что, пойдет. Сметану только делать в меньшей жирности, чтобы мы на одной сметане не поправились. Потому что если сметана будет в хорошей жирности и много, то мы от наших бутербродов будем расти. Ну тогда я йогурт. Три процента. Хорошо. Хорошо? Три процента. Все. Заливаем йогуртом. Заливаем. Япочка у нас есть. Спасибо. Ну как будем пробовать-то, скажите мне, Геннадий Петрович? Смотрите, сколько наделали. Ну хотя бы по одному вкусу с каждого бутерброда будем делать. Ну давайте. Я начну со своего. Давайте. Итак. Ммм, хрустит. Ну как вам огуречный бутерброд? Отличный. Отличный? Как раз для того, чтобы быть стройненьким. А что там у вас вот? Смотри, вот этот. Давайте, может быть, чуть-чуть. Отрезаем его. Чуть-чуть вот так вот. Вообще, конечно, мы сделали бутерброды на основе размера того хлеба, который взяли без дрожжевой. А так это может быть любой размер. И вообще это действительно можно потом и резать, и все. Правильно? Да. Так вот это вот хвостик. А так отрежу. Ну, берите. Беру. Пожалуйста. Лично мне очень понравился. Мы сделали бутерброды. С огурчиком? Теперь с помидорами. О, вот это. С помидором я очень люблю. С сыром? Да, понравится. Понравится, да? Угу. Вот, значит, у нас. Ну и красиво все, видите? Это дает некоторую, как бы сказать, солонованку. Солонованность это очень приятно для помидорчика. Для вкуса вообще все. Слушайте, а лук у вас здесь есть? Я хотела с луком. Немножечко там должен быть. Ммм. Ммм. Угу. Молочок можно подмаровать. Молочок оказался очень вкусный. Получается, давайте так, вывод. С помидорчиком оно будет понаряднее, да, чем с огурчиком? Угу. И сырочек. Чуть-чуть прослойчика нам нужна. Можно чуть-чуть потушить взять. Угу. Ну, а что касается зелени, ну, кто любит базилий, кладите базилий. Кто любит укроп, кладите укроп. Очень вкусно. Ну, попробуйте уже мой. Обязательно попробую, да? Угу. Отвязаем. Слушайте, вот бутерброды сытная вещь. А правильная бутерброда еще и полезная вещь. Сытная, полезная, да. И для этого мы... Главное медленно жевать. Да? Не спешите. Не спешите. Ой, сок потек. Угу. Все хорошо. Угу. Угу. Танюшин бутерброд. Угу. Я, наверное... Танюшин бутерброд идет в довесок с салатом. Получается, по сути, ваш бутерброд с помидором. Правильно? Угу. Угу. Ну, пока выводы у меня однозначные. Бездрожжевой хлеб раз. Огромное количество зелени салатной два. Сыр солоноватый три. Помидор четыре. Обязательно пять чеснок. И шесть. Любая зелень, а, которая есть, которую хотите. Семь. Он же лук. Лук белый. Делайте наши бутерброды. Доброго здоровья и приятного аппетита. Пусть ваша дорога на дачу будет и вкусной, и целебной. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету Малахо Про. Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете Малахо Про об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровья!